Пришло время освоиться в командной строке. Стать к ней ближе. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Мы уже знаем команду LS, которая выводит содержимое каталога, и команду CD, с помощью которой можно зайти в любую папку из тех, что вы видите после ввода команды LS. Начнем с CD. Как тут путешествовать? Команда предельно простая, но так как навигация по серверу это одно из основных ваших действий здесь, про CD я расскажу достаточно подробно. Другим командам такой чести предоставлено не будет. Итак, мы находимся в домашней директории сервера. Сервер называется Docker Test. Пользователя зовут Root. Это суперадминистратор. О рутовых правах, конечно же, я расскажу в свое время. Так, что у нас здесь есть? LS, две папки. Зайдем в одну из них, CD и имя папки. CD это аббревиатура от ChangeDir, сменить каталог. Но мы для простоты давайте обзовем эту команду открыть папку. Ну то есть CD Snap это значит открыть папку Snap. Все, мы в папке Snap. Это видно в приглашении командной строки. Что у нас тут есть? Папка LXD. Открыть папку LXD. Отлично. Тут у нас есть еще три папки. Ну и так далее. Как вернуться обратно? CD и две точки. Сейчас мы вернулись в предыдущую папку, ну или поднялись на один уровень, так, наверное, правильнее. И еще на один уровень, то есть вернулись туда, откуда вышли. Сейчас мы путешествуем по относительным путям, то есть мы попадаем в папки относительно той, в которой находимся. Кроме относительных путей, тут есть абсолютные пути. Вы можете набрать после команды CD весь адрес, весь путь, по которому нужно пройти. Относительно корня нам нужна сначала папка Snap, потом LXD и потом, например, папка 21835. Нет такой директории. А, да, переменное окружение. Тут появляется понятие переменное окружение. Обойдемся без теории. Я вообще хочу по минимуму использовать специальную терминологию и не вдаваться в глубокие технические подробности происходящего. Тем более, что сам знаю далеко не все. Я буду стараться рассказывать только о том, что вам точно может понадобиться и максимально простым языком. Это как в анекдоте. Вам шашечки или ехать? Ну вот нам ехать. Мы находимся сейчас в домашней директории. Тут у нас две папки. Команда CD без параметров отправляет нас в домашнюю директорию, где бы мы не находились. Вот те же две папки. Теперь смотрите. Команда CD слэш отправляет нас в корень сервера. Казалось бы то же, что и CD без параметров. Ну то есть, по сути, это абсолютный путь. Слэш это как бы корень сервера. Мы начинаем с корня, но так как не указываем больше никаких папок, корнем и заканчиваем. Вроде ничего не изменилось. Мы в домашней директории. На самом деле строка приглашения изменилась. Просто это не сразу заметно. Давайте посмотрим, что у нас находится в корне сайта. Бабах. Че-то совсем не то, что было до этого. Как так? На самом деле до этого мы находились в папке root. Просто система воспринимала ее как домашнюю и относительно ее строила наши пути. Я говорил, что строка приглашения немного поменялась. Когда мы в корне сайта, тут перед значком доллара стоит слэш. Когда в домашней директории, тут стоит тильда. Что происходит и как система понимает, что домашняя папка у нас именно root? Происходит это благодаря переменным окружениям. Это какой-то набор переменных, к которым присваиваются определенные значения. Например, есть переменная home. И ей присвоено значение root. Ну, то есть папка root. И посмотреть на эти переменные можно, например, с помощью команды env. От английского environment. Окружение. Вот здесь мы видим, например, что домашняя директория находится в папке root. Папка root лежит в корне сайта. И здесь указан абсолютный путь к ней относительно корня. Про переменные окружения надо знать. Но я не думаю, что в случае работы с докер вам понадобится знать о них больше, чем то, что они есть. Ну и давайте теперь с учетом полученных знаний закрепим все, что мы знаем о CD. Так мы попадаем в домашнюю директорию. Так в корень сайта. Если мы хотим указать абсолютный путь, надо начинать с самого верха. Указывать все папки на пути. А вот сейчас мы зашли в папку lxd. И вернемся в домашнюю. А относительно домашней мы начинаем с папки snap сразу и не ставим в начале слэш. Слэш нас вернет в корень и будет строить маршрут относительно корня. Вот видите, путь вроде бы другой, но попали мы туда же. На самом деле это был относительный путь. Мы шли относительно папки root. Если стоять в корне сервера и написать такой путь, он папку не найдет. Я, кстати, сознательно называю каталог папкой. Правильнее вообще говорить каталог папкой. И это я называю по аналогии с Windows. Я думаю, большая часть тех, кто будет смотреть этот курс, привыкли к терминологии Windows. Им привычнее и понятнее говорить папка. Но если вы хотите говорить правильно, по-программистски говорите каталог. Или каталог. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok